Легитимность или нелегитимность, казалось, накануне в стране пропал закон и порядок, повсюду протестующие за демократию и будущее. А на фоне политики, за которых и боролся народ, делили кресла в государственных органах. Революции, которые пережил Кыргызстан, боятся эксперты, приобретают постоянный характер. В такой ситуации выход найти – задача не из простых. Как это делалось издревле, лучший шаг – это совет старейшин. Мы поговорили с одним из первых депутатов, с тем, кто был в ряду добившихся независимости страны, депутатом легендарного парламента Джомином Акималиевым. Чтобы обеспечить целостность, во-первых, страны, чтобы мы не разделились опять на юг-север и на восток-север, чтобы был мир и спокойствие в нашей стране. По-моему, все стороны данного процесса должны осознать свою ответственность перед народом, перед обществом и прийти к какому-то, можно даже, компромиссу. Самое лучшее решение было – это политическое решение, компромиссное решение. Вот для этого нужно, а не даже сесть за стол переговоров, если это возможно. О том, что кыргызы умеют выражать свое недовольство, пожалуй, пишут во всех СМИ мира. Однако порядок и мир нужен. И нужен он прямо сейчас. Результаты выборов, как известно, аннулированы. В течение двух недель будут еще одни. Вот только пройдут ли они честно? Чтобы быть в этом уверенными, необходимо прекратить партийные выборы. Так советует герой Кыргызской республики Бигсултан Джекиев. Парламент должен быть избран народом. Иначе от беды мы никогда не ослабим. Если партийным путем будет избираться, продолжаться, то мы потеряем ее страну. Я думаю, никто не мечтает, никто не хочет, чтобы вот такие беспорядки, революции, бунты произошли. К таким событиям приводят несправедливые политики. Несправедливость, нарушение, обман. И это должны понять на всю жизнь. Во всяком случае, первое, что на кону – это жизни кыргызстанцев и независимость страны. Мир и порядок нужны нашей республике. Ведь не для того еще в 90-е годы наши герои отстаивали суверенность страны. Вот 31 августа 1991 года мы объявляли независимость, объявляли страны независимым, суверенным и самостоятельным государством. Но если вот такой процесс будет продолжаться, если будет брать верх стихии улицы, мы можем потерять, в конце концов, независимость. Кто дает гарантию, что некоторые другие силы могут воспользоваться этим моментом и вообще нас лишат этой независимости, о которых мечтали не только легендарные правообъемы, но и все поколения нашей страны. Поэтому сейчас действия должны быть возложены быстрыми, но очень ответственными. Я еще один хотел внести предложение. Почему нельзя сейчас применить в этих сложных процессах народную дипломатию? Советы экспертов и первых депутатов должны быть услышаны политиками страны. А кыргызстанцев тем временем призывают к бережному отношению к своей родине и не устраивать мародерца.